Объект исторического и культурного наследия федерального значения музей-заповедник Старая Сарепта, имеющий более чем 200-летнюю историю, находится под угрозой разрушения. Отсутствие капитального ремонта, снесенное во время последних ураганов кровли одного из зданий. Такую пессимистичную картину наблюдала съемочная группа информационного агентства «Высота 102», посетив Волгоградский музей. Напомним, о проблемах Сарепты директор музея Анатолий Мальченко говорил еще на заседании отчета Министерства культуры Волгоградской области. Давайте наконец-то в год культуры, который уже в общем-то объявил в 2014 году, решим вопросов с музеем-заповедников Старая Сарепта. Ведь сегодня такое впечатление, что он никому не нужен. В тех приоритетах, которые будут финансироваться стройкой и ремонтами в 2014 году у нас нет. А у нас только как минимум 5 помещений в аварийном состоянии. Если так дальше пойдет, так у нас и делать будет нечего. Причины всех проблем Мальченко считает неразбериху со статусом Старой Сарепты. Это памятник федерального значения, но как ни парадоксально, сам музей является областной структурой. Именно этот аспект, по словам директора, усложняет жизненно важное финансирование. Ряд работ, в частности реставрация, реконструкция и капитальные ремонты, область не может профинансировать по положению, так как имущество это федеральное. А из федерального бюджета, к сожалению, за последнее время мы не получили ни копейки. Хотя только в прошлом году была подана, принята к исполнению наша заявка почти на 55 миллионов рублей. Еще одной не менее важной проблемой, затрудняющей работу музея-заповедника, является незаконно расположенной на территории здания отдела военного комиссариата по Красноармейскому району. И это несмотря на то, что у этого ведомства еще в 1999 году истек срок документов на аренду. Дирекция музея не раз пыталась решить эту проблему, но никакого ответа до сих пор ни от кого получено не было. Мы писали письмо в военную прокуратуру Северо-Кавказского военного округа. Вообще интересно, такие серьезные структуры, а мы даже ответа не получили на свой запрос. Сейчас Сарепта существует лишь благодаря удивительному энтузиазму музейных работников, которые даже здания ремонтируют своими силами. И это при зарплате 7 тысяч рублей. Но одного энтузиазма, к сожалению, мало. Если это действительно нам нужно сохранить культуру, сохранить этот островок цивилизации европейской, созданный два века назад на российской территории, на нашей территории, для наших потомков, для детей, внуков, то сейчас еще можно вложить какие-то средства не огромные, не сумасшедшие деньги, чтобы сохранить это. А вот кто знает, через некоторое время, через несколько лет картина будет иная.